Сегодня мы нередко слышим, что врачи плохо работают, а поликлиники никуда не годятся. Это естественно порождает недоверие и желание контролировать и направлять работу врача, а также заниматься самолечением. И то, и другое это источник конфликтных ситуаций. Вот об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Лидия Алексеевна Бальзамова, вице-президент Самарской областной ассоциации врачей, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения и по ОСАМГМУ, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Лидия Алексеевна. Добрый день. Серьезный разговор мы затеяли сегодня. Хотим поговорить о взаимоотношениях врач-пациент. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Я не хочу разбивать на два лагеря врач-пациент. Как-то все равно одно общество. Но давайте сначала, наверное, о врачах поговорим, потому что есть же какие-то моменты, о которых пациенты, в общем, даже не подозревают. А для врачей они достаточно серьезные. И вот, может быть, неожиданный вопрос первый задам вам. А медицина? Это сфера обслуживания или сфера экспертных услуг? Я должна сказать, что это и не первое, и не второе. Формально на сегодняшний день в нормах законодательства, да, мы относимся к сфере социальных услуг. Но вообще медицина во всем мире – это процесс оказания медицинской помощи. И помощь, да, помощь – это не услуга. Помощь – это нечто иное. И если мы возьмем медицинскую помощь на английском языке, это medical care. И вот детальный перевод – это даже не медицинская помощь, а медицинская забота. И поэтому мы превращение сферы оказания медицинской помощи в сферу услуг привнесло, я считаю, так много негатива, что вот то, с чего вы начали, конфликт в сфере оказания медицинской помощи, он нарастает, несмотря на то, что проводится, в общем-то, очень много мероприятий, осуществляется много мероприятий и в материальном плане, да, обеспеченность медицинским оборудованием улучшается. Наш президент постоянно, теперь почти еженедельно участвует вот в процессе регулирования сферы охраны здоровья. Достаточно много внимания этому уделяется, а вот конфликты, к сожалению, не уменьшаются. В 93-м году пришла к нам эта сфера медицинских услуг с системой обязательного медицинского страхования. Но это мое, я подчеркиваю, это неофициально, это мое частное мнение, что она абсолютно не оправдала ожидания, потому что у нас в системе оказания медицинской помощи есть две стороны правоотношений – пациентское сообщество и профессиональное медицинское сообщество. Вот сфера медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования привнесла следующую группу субъектов, участвующих в оказании медицинской помощи. И эта группа субъектов довольно велика и потребляет материальные ресурсы. И задача этой группы субъектов, кроме финансирования, обеспечить еще контроль оказания медицинской помощи. Формально у страховых организаций была задача защищать права пациента и осуществлять контроль качества оказания медицинской помощи. Но, к сожалению, ни само пациентское, ни врачебное сообщество в страховых организациях не увидело эту роль и это значение, к сожалению. Поэтому на сегодняшний день конфликты, которые возникают между пациентским и врачебным сообществом, страховая организация решает. Но это не то решение, которое направляет усилия к сотрудничеству. Идеальная модель между пациентским и врачебным сообществом – это модель сотрудничества. А вот это сотрудничество, это партнерская модель, к сожалению, пока не складывается. Вот сегодня все чаще все недовольны друг другом и очень много не только конфликтов, но и жалоб, судебных разбирательств. Потому что сейчас, в общем-то, ведь любая жалоба против врачей, даже если вот она полностью абсурдна, она принимается к рассмотрению и там дальше вплоть до уголовной ответственности. Но ведь несмотря на, может быть, увеличивающееся количество врачей на скамье подсудимых, ситуация-то лучше не становится. Да, качество медицинской помощи от этого не улучшается. И самое главное – количество врачебных ошибок, наверное, тоже не уменьшается. Но вот если говорить о врачебной ошибке, то, к сожалению, понятно, что это не вопрос для понимания самого пациента, что такое врачебная ошибка. Но вот если мы будем говорить о сторонах правоотношений, то когда пациент идет в следственный комитет и подает заявление с просьбой рассмотреть результат оказания медицинской помощи, потому что ему кажется, что здесь вина врача в этом ненадлежащем результате, то у юристов позиция такая. Ненадлежащие результаты – это всегда следствие врачебной ошибки. А в понятии юристов врачебная ошибка – это преступление. А на самом деле вот медицина, процесс медицинской помощи – это процесс, который, в общем-то, связан, он в себе потенциально содержит возможность получить этот ненадлежащий результат. В следствии чего стечение обстоятельств объективного характера, да, ну, допустим, запущенность, то состояние здоровья у пациента, которое уже не позволяет, которое делает его состояние настолько тяжелым, что иногда очень сложно вывести и прийти к надлежащему положительному результату, на который целен, кстати, и врач, и пациент. Но есть то, что мы с вами вот сейчас увидели в эпидемическую ситуацию с ковидом. Очень часто в течение заболеваний пациент госпитализируется с поражением легких, ну, буквально 10-15%. Через неделю ситуация развивается так, что возникает смертельный исход. И вот сейчас становится понятно, насколько мы, медицина, как наука, несмотря на вот свое совершенство постоянное, насколько мы часто оказываемся беспомощными перед тем, как развивается болезнь. И дать гарантии, вот когда, что эпидемическая вот ситуация, что заболевание не приведет к ненадлежащему исходу. Но, вы понимаете, взгляды сторон, юристы говорят, да, врачебная ошибка – это преступление. Профессиональное медицинское сообщество расценивает врачебную ошибку как добросовестное заблуждение в отношении диагностики, в отношении установления плана лечения, формирования плана лечения. Хотя сейчас в этом плане сделано уже много, все планы формируются на основе стандартов, клинических рекомендаций. И тем не менее, само заболевание иногда с тяжестью своего течения абсолютно развивается вопреки правильному лечению, правильному диагнозу. И вот все в большей степени, к сожалению, на сегодняшний день часто возникает ситуация, когда следователь, начиная расследование, уже очень четко убежден, что ненадлежащий исход – это следствие или врачебной ошибки, или виновных действий врача. То есть неправомерность действия у следователя всегда стоит на первом месте. То есть приравнена к халатности, получается, да? Да, всегда считается, вот и сами пациенты, конечно, считают, ну, пациентам трудно в этом разобраться, но следователь никогда, хотя в юриспруденции есть такая позиция, что нужно отмести сначала то, что не связано с противоправными действиями, и только потом уже расследовать, насколько же эти действия действительно не соответствовали принятым в обычаях деловой практики. А начинают расследование всегда в обвинении вот халатности, да, в предъявлении вины в виде неосторожности, легкомыслия. Ну и, вы знаете, парадоксальная ситуация, вот то, с чего мы начали превращение медицины в сферу услуг, привело к тому, что в статьи об уголовной ответственности все в большей и большей степени содержат предъявление обвинения по 238-й статье. Которая вовсе не про медицину была разработана? Она изначально была не про медицину, это оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. И эта статья предполагает наличие умысла в действиях. То есть знаю, что я действую, не соблюдаю критерии безопасности, но продолжаю оказывать эту услугу, у меня возникает или причинение вреда, или смертельный исход. И это преступление квалифицируется как преступление тяжелое, совершенное умышленно. И оно влечет не только тяжесть наказания до 6 лет лишения свободы, а если это групповой сговор, да, то до 8 лет лишения свободы. Но и то, что вот ранее отсутствовало в уголовной ответственности, когда привлекались врачи или по 109-й, или по 118-й статье, это причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности. Это неумышленное, это преступление легкой степени тяжести. Потому что врач не может действовать сознательно, умышленно, с желанием причинить вред пациенту. И вот то, что сейчас идет переквалификация в следственной практике ранее возбужденных дел по 109-й статье на 238-ю, вы знаете, ну... Дело врачей какое-то. Да, ну, дело врачей – это вопрос политический, я думаю, что, наверное, это не так. Но это, знаете, какое-то непонимание вообще роли врачебного сообщества, непонимание ситуации, в которой сейчас оказываются врачи. Лидия Алексеевна, а давайте мы сейчас вот, чем рискуют врачи, разберем на... Может быть, попробуем на примерах, ну, я бы так назвала, рискоориентированных, что ли, специализаций. Ну, кто чаще всего по тонкой грани ходит? Хирурги, наверное, и неонатологи, да? Давайте мы сейчас посмотрим сюжет с вами про работу неонатологов и продолжим этот разговор. Маленькая Катя появилась на свет раньше срока. Девочка родилась в конце марта весом меньше килограмма. Три недели ребенок провел в реанимации. Сейчас малышку перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Вместе с дочкой круглосуточно находится ее мама. Пока ребенок в реанимации, в многих центрах есть возможность просто прийти к ребенку один раз в день. А здесь предоставлено возможность мамочке находиться постоянно, общаться с врачами, реаниматологами, врачами, кто ведет твоего ребеночка, пока он в реанимации. Ты два раза в день видишь своего ребенка. Ты кормишь его молоком, если оно у тебя есть. В реанимации выхаживают детей от 22 недель. Первым делом их подключают к аппаратам искусственного дыхания. Помещают в специальные боксы – кувезы, которые называют искусственной маткой. Кувез определяет температурный режим ребенка. Влажность, чтобы ребеночек не терял влагу и чтобы удерживал температуру. Под каждого индивидуально, потому что сроки у детей разные, вес разный. В среднем в реанимации младенец проводят месяц, но все это индивидуально. Когда ребенок начинает дышать самостоятельно и набирает вес хотя бы до килограмма, его переводят в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где продолжают круглосуточное наблюдение. У нас осуществляется, также есть оксигенотерапия, то есть у нас есть поступление кислорода. Мы можем обеспечить оксигенотерапию через маску. В детской кислородной палатке дети у нас получают кислород. Также мы проводим коронатуральное питание, инфузионную терапию. Количество недоношенных детей в среднем составляет 5% от общего количества новорожденных. Модернизация оборудования и повышение квалификации медиков помогает спасти все больше маленьких жизней. Я вот хотела, чтобы зрители увидели реанимацию новорожденных. Это то, на что смотреть даже страшно. А врачи с этим работают. И вот ребенок весом 600-800 грамм, наверное, в ладошки можно уместить, да? Ну, никакой же нет гарантии, что его удастся выходить, что он будет жить. Получается, врач, неанатолог, берет на себя вот эту ответственность. И потом что? Вот на самом деле же? Вы знаете, вы поднимаете вот такой большой, подняли такой большой пласт проблем, который вот и обуславливает вот эту позицию высокой степени ответственности профессионального медицинского сообщества. Почему? Потому что вот несмотря на то, что пациентаориентированная модель, которая сейчас вот отечественная модель здравоохранения, пациентаориентированное законодательство четко выстраивает правовой статус пациента. Там 16 позиций, у пациента очень много прав. Поэтому задача профессионального медицинского сообщества эти права знать и четко их реализовывать. Но вопрос заключается в том, что одно из главенствующих прав пациента, оно основано на том, что пациент, так как здоровье принадлежит ему, это высшее благо дано человеку от рождения, и человек вправе этим благом распорядиться самостоятельно. Эта блага непередаваема, неотчуждаема. И человек сейчас, наш пациент, который обращается за медицинской помощью, наряду с тем, что у него есть очень много прав, у него есть обязанности, и все, говорят, ответственность не прописана, она прописана тем, что пациент принимает решение в отношении своего здоровья. Врач сейчас не может практически шага ступить, за исключением случаев оказания экстренной помощи, без согласия пациента. Пациент подписывает письменное согласие на все виды медицинского вмешательства. И вы знаете, вот, к сожалению, вопросы правовые, которые раньше для рядового врача, может быть, были бы и необязательны, вот сейчас я не могу сказать, что каждый врач должен обладать юридическими познаниями, ну, такими же, например, как я, специалист по медицинскому праву. Но каждый врач должен очень четко представлять проблемы в реализации. И вот это вот оказание помощи глубоко недоношенным детям в части, например, обеспечения реанимационных мероприятий, очень часто врач может столкнуться с тем, что законный представитель ребенка подпишет отказ от выполнения этих реанимационных мероприятий. Такая возможность есть у родителей ребенка. И вот сложность юридического плана возникает в том, что у семейной пары может быть разное восприятие. Это муж может сказать, а что мы потом будем делать с этим ребенком, потому что вот эта глубокая недоношенность часто обусловит патологию. И не обладая специальными знаниями, можно предполагать, а что будет дальше с ребенком. И вопрос, ну, если мама, не папа, а мама в такой позиции, она подписывает отказ от проведения реанимационных мероприятий. Такие случаи есть. Как в этом случае должен действовать врач? И вот здесь нужны правовые знания. Врач должен пригласить второго родителя и спросить согласие отца. Возможно, отец будет согласен на выполнение этих реанимационных мероприятий. Как тогда действовать врачу? Мама против, а папа за. Закон говорит, важно согласие. Сейчас достаточно согласия одного из родителей. И здесь нужно действовать в интересах ребенка. То есть ребенку, ребенок появился все-таки на свет. Ему надо дать возможность продолжить эту жизнь. Поэтому, если мама отказывается, и если вписан отец, и есть брак, если это действительно отец, берете согласие, спрашиваете согласие второго родителя. И в этом случае реанимационные мероприятия, несмотря на отказ матери, могут осуществляться. Вопрос. А вот родители... Да, мама отказалась, да? Мама одинокая, да. И, собственно, врач спокойно взял и ушел домой. И врач спокойно, да, говорит, ну что, возникает потом. Или папа, или кто-то, там, бабушка с дедушкой. Говорит, а на каком основании прекратили реанимационные мероприятия? Женщина вряд ли признается, что я отказалась. Мы знаем много телевизионных сюжетов, да? Да. Когда в роддоме меня просто заставили, мне ничего не дали подписать, у меня ребенка отобрали. Она не признается в этом. А бабушка напишет заявление в следственные комитеты о том, что вот ребенку не осуществляли реанимационные мероприятия. Сейчас исков очень много таких. Что в этом случае, какова ответственность? Вот здесь врач тоже должен понимать, что вот этот отказ, просто формальный, он не снимает с врача полномочия все-таки в интересах ребенка еще раз поговорить с женщиной, собрать врачебную комиссию, каким-то образом оценив ее психологический статус, проконсультировать ее с психологом. Лиза Алексеевна, ну ведь вот я вас слушаю и понимаю, что таким образом сейчас складывается ситуация, когда врачу невыгодно брать, не то что невыгодно, а рискованно брать на себя вот эту ответственность, потому что он в любой момент может в силу этого оказаться на скамье подсудимых. И, например, если врач мог бы принять какое-то смелое решение, что вот гарантии нет, но давайте попробуем вот так, и у нас есть шанс. Но врач, получается, не будет на себя брать эту ответственность, потому что она его в конечном итоге приведет на скамье подсудимых. Если он не будет брать эту ответственность, то точно приведет на скамье подсудимых. Почему? Потому что вот эта степень, вот этот формальный отказ на бумаге заполнит бланк отказа, да, с подписью врача и пациента, и успокоится юридически. Но на самом деле я говорю, что ситуация бывает, потому что окружение противоречиво в суждениях. Но, значит, если врач все-таки подписал и формально отошел от общения с пациенткой, то вот здесь вопрос, я уже сказала, могут обратиться родственники, и врач будет привлечен к уголовной ответственности по статье 124 и неоказание медицинской помощи. Значит, начал оказывать медицинскую помощь, да, несмотря на отказ. Это недопустимо, да, потому что при оказании медицинской помощи, то есть если вдруг возникает какой-то причиненный вред здоровью, и врач оказывает помощь вопреки наличию отказа, это также грозит уголовной ответственностью. Поэтому вот здесь, получается, у меня цель не прочитать лекцию, потому что это вопросы очень сложные, они очень противоречивы, а сказать, насколько важно сейчас двум сторонам правоотношений, и пациентам, и врачам прислушиваться друг к другу. И вы понимаете, когда сразу идут в следственные комитеты и говорят, да, мы знаем, что это вот, это ваша халатность, наверное, нужно сначала все-таки встретиться с врачом, оговорить, выслушать объяснения. У нас все смертельные исходы, а уж тем более младенческая смертность, расходы очень детально анализируются, и в самой медицинской организации этот анализ проводится очень глубоко, и пациенту все объяснят. Важно, важно вот настроить вектор отношений на позицию врача, о том, что все-таки врач не преступник изначально. Ну, вот я думаю, этот вектор очень сложно настроить в современном обществе, когда у нас это вообще в любой сфере. Когда-то в давние-давние времена врач и учитель были на уровне какой-то святости, и их все уважали и прочее, сейчас этого, естественно, нет. И вот мы сейчас с вами большую часть времени уделили объяснению того, на самом деле, чем рискует врач, что у него за спиной. Но давайте все-таки пациентов тоже сейчас немного... Не забудем, да, пациентов не забудем. Да, пациентов не забудем. Да, пациентаринтированность у нас должна. И ведь, несмотря на то, что очень много несдержанности со стороны пациентов, сейчас откровенной невоспитанности... Злоупотребление правом, да, пациентский экстремизм... То, чего мы уже считаем практически нормой закона. Я даже сформировала свою модель права отношений неопатерналистскую, когда пациент в силу норм закона стоит значительно выше, чем врач, и у него есть основания злоупотребить правом. Потому что на страже пациента стоят три базовых закона, а правовой статус врача, к сожалению, вообще не определен. Вот в основах там... Да, Лидия Алексеевна, но при этом же нельзя не замечать того, что и со стороны врачебного сообщества сегодня и неуважение, и неиздержанность в отношении пациентов тоже присутствуют. Ведь все мы видим, что и разговор по телефону во время приема, это очень часто сегодня, и нежелание как-то поговорить, объяснить. Ну да, мы понимаем, что нет времени на пациента, там, 15 минут. Но тем не менее, это же тоже провоцирует конфликтные ситуации. И я не думаю, что с врачами кто-то вот работает в этом направлении. А вот здесь с этим-то что делать вообще? С этим... Это нужна огромная работа. Вот вы знаете, у нас есть цикл трудные пациенты, и у нас там есть уникальная лекция, когда мы нормы закона связываем с психологией общения. И вот мы начали с того, что ранее действовавшая сфера оказания медицинской помощи, где отношения сторон были отношения вертикали. Да, пациент стоял у нас внизу, он не обладал знаниями, он не обладал... Он не знал, как лечить, как установить диагноз, и находился в детской позиции, если мы будем рассматривать с точки зрения психологии. А вот врач выступал в роли родителя, да, потому что есть образование, есть та степень уважения, которую он априори пользовался. И вот эта вертикаль патерналистской модели, она, конечно, продолжает в головах профессионального медицинского сообщества существовать. На самом деле, когда мы сферу услуг в системе обязательного медицинского страхования, но и в связи с тем, что мы строим иное государство, правовое, да, демократическое государство, где есть конституция, четко содержит набор прав, обязанностей, ответственностей. И вот это гражданское общество, которое у нас сейчас есть, оно должно было бы теоретически знать свои права, обязанности и ответственности, знать, соблюдать. И в этом случае у нас, учитывая, что у врача и у пациента одна цель – победить болезнь, вот эта горизонталь этих демократических отношений должна быть вектором, направленной друг к другу. Вот то, о чем я постоянно говорю. Но мы с пренебрежением относимся к своим правовым знаниям, мы не хотим их расширять. Это и на уровне, я не могу сказать, что вот здесь не хотят только пациенты. И врачи тоже не пока, ну, в силу разных причин, но не обладают достаточным уровнем правовых знаний. И вот эта модель, когда она партнерская, когда вектор направлен друг к другу, эта модель должна была бы, конечно, создать вот то желание сотрудничать, то желание понимания сторон, которое формируется только у людей взрослых. Вот что такое взросление? Взросление – это вот как раз то гражданское общество, которое, как я уже сказала, знает закон, соблюдает его. Легче ходить вот так, под вертикалью управления. И вот партнерская модель, если мы просто говорим о гражданском обществе, да, равенства прав и обязанностей, то в партнерской модели, да, направленность векторов для победы над болезнью. Ну, привычка ходить под управлением, она привела к тому, что лучше иметь вертикаль управления. И вертикаль управления вот сейчас перевернута. Когда на сегодняшний день пациент у нас становится эдаким родителем в силу того, что у него очень много прав, а врач, минуя позицию, вот он из родительской позиции уходит в детскую. Да, Лидия Алексеевна, вот я опять понимаю, что с вашим появлением в нашей студии возникает всегда очень серьезный разговор, который требует бесконечного продолжения. Мы сейчас будем прощаться с нашими зрителями. Мы, наверное, не дали с вами алгоритма выхода из этой ситуации, но мы сегодня поговорили о причинах. И я надеюсь, что в следующий раз, во-первых, кто-то услышал, может быть, понял, и в следующий раз у нас, наверное, нам необходимо продолжить этот разговор, вот как минимум. Да, я думаю, что мы поставили действительно больше вопросов, чем ответов. Но, тем не менее, нам есть о чем подумать. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Увидимся с вами ровно через неделю. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова